Экономика России на грани спада таковы данные Росстата. По итогам первого квартала этого года внутренний валовый продукт страны вырос всего на половину процента. Это ниже самого пессимистичного прогноза аналитиков. Чем это может грозить стране, расскажем в рубрике «Бизнес-обзор». На прямой связи со студией Андрей Лопатин. Андрей, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер. Очень часто в новостях мы слышим такие термины, как ВВП или экономический рост. И мы слышим это в таком негативном окрасе, потому что есть прогнозы аналитиков, они в большинстве случаев положительные, а есть реальное положение дел, и там все достаточно неприятно. Так получилось и с показателями ВВП за первый квартал 2019 года. Они оказались хуже даже самых критичных прогнозов аналитиков. Дело в том, что ВВП – это валовый внутренний продукт, это совокупность всех товаров, произведенных товаров или услуг, произведенных в конкретном государстве, в стоимостном выражении. Очень часто этот показатель путают с экономическим ростом, потому что экономический рост – это прирост того самого ВВП на душу населения. И очень часто мы это соотносим или сравниваем со своими доходами и расходами. В последнее время доходы у большинства населения не растут, а расходы увеличиваются. Ну и в связи с этим покупательская способность достаточно низкая. Тем не менее, аналитики смотрят, опять же, достаточно спокойно в будущее и говорят о том, что предпосылки для роста экономики есть. К таким факторам они относят достаточно стабильный рубль, достаточно высокую стоимость нефти и дальнейшую реализацию национальных проектов. Нам бы всем очень хотелось, чтобы та экономика или экономика той страны, в которой мы живем, была действительно на высоком уровне, но и самое главное, чтобы те цифры, которые мы слышим, соотносились с тем, что у нас есть в кармане и то, что мы себе можем позволить. Субтитры создавал DimaTorzok